Фестиваль «Золотая маска» Фестиваль «Зритель» на спектакли, которые приходят, конечно, у нас есть свои сложности, если говорить о закулисной жизни, и это нормально, потому что привести 300 человек, привести и показать 10 представлений, причем не только в Таллине, но еще и в Силаме, это просто огромная работа, это и логистика, это и человеческие отношения, это и финансовые проблемы, ну масса всего. Но слава богу, что зритель этого не видит, и что все, что происходит на сцене, происходит перфектно. Действительно, от глаз зрителей пропадает, исчезает колоссальная работа, которая подготовительная была в течение года. И вот сейчас завершается фестиваль, а вы уже начинаете подготовку к новому. Чем порадовать? Ну вот знаете, я бы еще не сказала, что мы можем уже чем-то порадовать, потому что сегодня состоялся первый технический визит, и мы для одного из театров московских, который планируем показать в следующем году, ищем площадку. Это тоже дело очень кропотливое, потому что мы планировали Норде, допустим, а сегодня приехал завпост, директор и режиссер, и оказалось, что эта площадка не подходит. Сейчас мы рассматриваем другую площадку, и так, собственно, по каждому театру, поэтому я думаю, что, может быть, к концу года мы готовы будем назвать предварительную программу фестиваля следующего года. Обычно остается из-за кадра вот та помощь, которая, так сказать, оказывается вот сейчас. Может быть, Светлана, хотелось бы обратиться и использовать возможность то, что у нас еще целый год впереди, и помощь кого-то, вот в чем бы могла бы быть для фестиваля, чем бы могли бы вам помочь? Вы знаете, да, пользуясь случаем, я бы обратилась к тем нашим бизнесменам, которые готовы помочь фестивалю, потому что театральное дело, оно не прибыльное априори. Чтобы сделать хороший театр, а еще больше, чтобы его вывести, необходимы очень большие деньги. Мы стараемся на протяжении 12 лет сохранять высокую планку в художественном смысле, в организационном смысле, и поэтому мы привозим спектакли в том виде, в котором они идут у себя на площадке. Мы делаем нормальный подготовительный период, чтобы можно было построить декорации, чтобы можно было отрепетировать спектакль на новой сцене. Именно поэтому зритель видит вот спектакли в таком качестве, в котором он видит, и именно поэтому вот вчера 10 минут не отпускали артистов спектакля Джекил и Хайт со сцены, потому что это действительно уникальная постановка, она одна из самых затратных у нас на этом фестивале и с точки зрения постановочных эффектов, и с точки зрения сценографии, костюмов. И вообще музыкальный театр – это очень сложно. Поэтому, пользуясь случаем, если кто-то готов оказывать помощь фестивалю, мы рады и очень надеемся на эту помощь. – Светлана, театральный фестиваль «Золотая маска» никого не оставляет равнодушным. Он может восхищать, удивлять, иногда может быть даже повергать в шок, потому что что-то неожиданное совершенно, удивительное происходит, но никто не остается равнодушным, никто из зала не уходит равнодушным. Вот за счет чего это? – Ну, мне кажется, что зритель, он всегда понимает, где, собственно, его обманывают, а где ему предлагают то, что обещали, и то, что сегодня является неким художественным явлением. Конечно, театр – дело живое, и все держится на людях, и один спектакль отличается от другого. И бывают спектакли, которые, допустим, дважды мы показываем спектакль, но один проходит лучше, чем второй. Это потому, что все на плоти и крови человеческой. Но, в принципе, мне кажется, что зритель как раз ценит и художественное качество, и то, что мы не идем на какие-то компромиссы с точки зрения адаптации спектакля в Эстонии. – Светлана, огромное спасибо, а мы пожелаем со своей стороны успехов, удачи, и будем ждать следующего, уже 13-го фестиваля. – Спасибо, спасибо, всего доброго. – Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...